МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Будьте добры, можно вас на секундочку? Что это такое? Ваше пиво с раками. Я просил, чтобы пиво было холодным, а раки теплыми. А вы все перепутали. Но вы же все равно будете есть раков и запивать пивом. Во рту одно, другое компенсируют. По ощущениям будет то же самое. Понятно. А почему раков так мало? Тарелка большая. Поэтому кажется, что раков мало. А визуальный обман. Понял. Когда будете мне приносить счет, положите его во что-нибудь поменьше. Чтобы те чаевые, которые я вам оставил, казались большими. Да, кстати, почему у этого рака одна клешня? Такое бывает. Раки очень воинственные. И нередко в схватке друг с другом теряют клешню. Понятно. Тогда, пожалуйста, заберите этого неудачника и принесите мне того, который победил. Холодный. Тарелка. 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 Антрюша. Тарелка. Маран. Антрюша. Ты как? Я? Я как наш передний бампер. И сейчас пытаюсь понять, что случилось, а? Антюша. Мы врезались в столб. А, вон оно что. Понятно. Андрюш, прости, пожалуйста, я не виновата. Этот столб как будто ниоткуда возник. Действительно, я уверен, полчаса назад его здесь не было. Здесь стоял большой пюшер Мишка и держал в руках провода. А что нам теперь делать-то, а? Ну, в первую очередь, назови меня дебилом. Давай, давай. Зачем? Потому что вчера я должен был продлить страховку нашей машины. Она у нас закончилась. Скажи, а ремонт теперь будет дорого стоить? Помнишь то осеннее пальто, которое ты себе хотел? Да, а что мы его теперь не купим, да? Почему? Купим. Только носить его будешь, не ты. А кто? Жена хозяина автомастерской будет его носить. А те прелестные красные сапожки, которые я вчера мерила, кто в них будет ходить? А я не знаю. Но мы обязательно найдем ее, задавим и снимем с нее эти сапоги. Пятьдесят метров назад стоял знак «Осторожно, опасный поворот!» Большой треугольный «Осторожно, опасный поворот!» Ты чего его не видела, что ли? Видела! Ну так и что? Поэтому и поехала прямо! Вова! Вов, кто это тут около колонны стоит? Да чего, это наш генеральный. Только это не колонна. Это Василий. Охранник его. А рядом с ним жена его, что ли? Скажешь, что же. Только я такой хороший. На концерт Виагра жену привел. Это любовница его. Ой, она же его в дочери годится. Ну, как видишь, не сгодилась, зато по-другому пригодилась. А это что за кобылица? Что это любовница нашего вице-президента? Ему же семьдесят пять лет. А ей двадцать пять. В сумме стопроцентный результат. А вот там, кто он там в розовом платье? А, это любовница коммерческого. Партийная кличка Сёмга. Почему Сёмга? Икру метать любит. Когда она пьется. А вон там он, в чёрном. Ну и блестяще. Это пассия Гребёнкина. Рядом с ним любовница Петрова. А вон там шампанский. Это любовница Шаталова. Здрасьте. А это в меховом манте чья любовница? Это моя. Наша лучше всех. Давайте быстрее, а. Я просто есть хочу, капец. Я с выкупы, кроме трёх литров, а ты ничего не ел больше. Потерпи, сынок. Ну, сфотографируйся. Мы платим этому фотографу три тысячи за час. Он здесь всего три часа. Ну, улыбнись, зятёк. Вот так вот, кроме трёх литров. Повыбаешься, тут еда в полуметре. Так близко и так далеко. Что-то, золотая еда, еда. Я вот не ела с апреля, ничего. Молчу. А кто виноват, что мы сначала платье купили, а потом размер уточняет? Мы не могли бы встать на одно колено и как бы делать предложение невесте, а невеста в то же самое время руками так закрывается. Доченька, вот так. Давай, вставай, сделай хоть что-нибудь романтичное в наших отношениях. Доченька, только, пожалуйста, вставай поаккуратнее. Тебе в этом костюмчике ещё на работу ходить. Ой, как хорошо. А теперь я хотел бы запечатлеть счастливую пару. Что значит, хотел запечатлеть? Мы здесь час стоим. Да я не о вас, я о невесте и о её маме. Я укусил один раз, укусил один раз. Японский городовой. Это кто к нам пожаловал? О, тяна тебе бычки в томате. Светка, ты что ли? А что, не узнал? Богатый буду? Да куда богаче-то? Ты какими судьбами? Или так? Новый танк выгулить? А может, Ванечка, я по тебе соскучилась? Да ладно, соскучилась. Японский городовой. А что ты мне не веришь? Ты, между прочим, мне вчера приснился. Да, весь такой разгорячённый, полуобнажённый. Ну, по пояс раздетый, весь в масле. Ну, масло мне менял, видимо. Такой прям японский, городовой. Слушай, можно за рулём посидеть, а? Ну, посиди. Только не привыкай. У меня парень ревнивый. Да в таком салоне и умереть не жалко. Эй, ты там не умирай. Слушай, а я вначале подумал, это опять кто-то через наш сервис пробку объезжает. Ну да, именно. Ух ты. У нас такое бывает. Угу. Не, ну а если серьёзно? Чё приехала? Чё-то не так с твоей машиной? Да, она ещё пока не моя. Я просто её на тест-драйв взяла попробовать. Я хотела, чтобы ты посмотрела. Ну, всё с ней в порядке, там. Не, ну, посмотреть можно? Угу. Слушай, для начала скажи, в каком месте ты такие деньги берёшь? Ванечка, нет у тебя такого места. Я вызывал? Здрасте, Павел Петрович. Простите, что без стука? Я не понял. Может мне выйти ещё раз зайти? Да вы что себе позволяете? Да я себе сейчас всё, что угодно могу позволить. Что тут у вас? Приказики? Ух, как интересные документики. Ух ты. Ой, простите, пожалуйста, я совершенно случайно. Так, Островский, вы этот месяц работали без зарплаты. Да сдалась мне ваша работа с вашей зарплатой. Оставьте её себе на реабилитацию. Какую реабилитацию? Психическую. Да я сам уйду, а не ты меня уволишь, понял? Что тут у нас цветочки, вазочки. Ой, какая прелесть, какая прелесть. Дэн, Дэн, завязывай. Мы пожудили. Ты не получил наследство. Здравствуйте, Павел Петрович. О, явился. Пошёл в поликлинику и пропал. Да я за эти три часа могла бы все дела переделать. А ты по недоврача не дошёл, а? Обои пора переклеивать. А ты по врачам шляешься, спина у неё болит, видите ли? Она у тебя болит, потому что ты диван продавил, и уже спиной на холодном полу лежишь. Что ты молчишь? Что ты уже без рюмки ничего не можешь придумать возумительного, да? Плюй. Совсем об ударил, что ли? Плюй, говорю. Главой ударился? Дурак совсем. Фу. О, теперь растирай. Что случилось-то? Что с тобой? Да ничего страшного. Врач сказал, змеиным ядом надо растирать. СМЕХ Добрый день, лейтенант Сидоров. Ваши документы? Конечно, мои. И документы, мои машины, моя. Всё моё. Повторяю вопрос. Ваши документы? Ладно, ладно, пожалуйста. Просто хотел настроение поднять. У меня хорошее настроение, хотел вам поднять. Почему лицо на вас не похоже? А, как-то у меня плохое настроение было. А сегодня хорошее. Я сегодня от тёщи избавился. В каком смысле? В прямом. Я её в дальний лес отвёз. Какой лес? Ты чё? А, да не, это санаторий так называется. Санаторий – дальний лес. Вот я её туда и отвёз. Ну-ка, багажник открой. Да ничего. Вам зачем мой багажник? Или вы там думаете, кирку и лопату найти? Да это ж смешно. Ты багажник открой, вместе посмеёмся. Даю тысячу рублей, не открываем багажник. Оставь себе эту тысячу. Для адвоката багажник. Открыл? Пять тысяч рублей и не открываем багажник. Так, торги окончены. Быстро багажник открываем. Даю тридцать тысяч рублей и не открываем багажник. Быстро. Быстро открой багажник. Ладно, ладно, что вы завелись-то? Пожалуйста. Слушай, а у тебя там нет ничего? Я знаю. А зачем ты взятку предлагал? Какую взятку? Я никакой взятки не предлагал. Я с вами в поле чудес играл. Чёрный ящик. Значит, это мы с вами вместе едем, да? Так я хочу вас подупредить. Я доставлю вам некое неудобство. Ну, если вы будете переодеваться, то не волнуйтесь. Я человек нестеснительный. Да нет, переодеваться я не буду. Вот и прекрасно. Водку пить ножом размахивать не будете? Нет, нет, ну что вы. Вот и отлично. Договорились, да? Останавливайтесь. О-о-о-о. 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 О-о-о-о-о. Хорошо? Что значит орать? Я оперная певица. Я еду в Москву на выступление. Мне нужно потренироваться. Вот так, да? Да, вот так. Хорошо. Вы что, будете переодеваться? Нет, я не буду переодеваться. Я простой мужик. Еду в Москву к своей любовнице. Мне тоже надо потренироваться. Подождите. Я больше не буду. Я больше не буду, честное слово. Товарищ полицейский. Я хочу заявить о пропаже. Пропаж дороже 15 тысяч. Я не знаю. Просто я вас сразу предупреждаю. Если дешевле, нет смысла писать заявление. Вы поймите, у нас работы по горло. Честно скажу. Никто вашу сумочку или там телефон искать не будет. А там куртка была кожаная. Из натуральной кожи? Я не знаю. Нет, кожа же сам. Но в кармане кошелек был, а в нем деньги. Ну, а сколько денег-то? Ну, тысячи полторы. Потом штанишки хлопок, рубашечка серенькая, кроссовочки. Что еще? Ну, и где вы оставили все эти вещи? Так это не я оставила, это муж моего вещи. Ну, а что он сам не перешел писать заявление? Так это мой муж пропал, а вещи на нем были. Правда, боюсь, на 15 тысяч ты не наберется. Так это ваш муж пропал? Ну, а я что? Ну, а что же вы сразу-то не сказали? Так это вы меня своими деньгами сбилили. Да при чем тут деньги? Это же человек пропал. Это совсем другое дело. Сейчас дадим ориентировку на вашего мужа. Давно пропал? Ну, дня два как. Понятно. Будем искать вашего мужа. Бросим, как говорится, все силы. Во что он был одет-то? Неважно. Товарищ полицейский, вы его как найдете, вы первым делом ему передайте. Да. Что моя мама не приедет. Ну что ж, сейчас проверим, как ты все усвоил. Проведем испытания, так сказать, в тяжелых боевых условиях. Где у нас лежат отвертки? На стеллажах сверху. Плоскогубцы? Мототвертками. Бухгалтерские накладные и книга жалоб? Я плохо говорить по-русски, я сирока, я инвалид по зрению и сюда зашел случайно. А дальше? А потом я симулирую приступ эпилепсии. Молодец, молодец. Ну а теперь проверим, как ты обслуживаешь клиента. О, как раз один идет сюда, давай. Извините, а где у вас гвозди сотка? А вот как раз сотки закончились. Жаль. Плохо. Очень плохо. Запомни. Если нет того, что нужно клиенту, ты должен предложить ему что-нибудь схожее. Например, вот в твоей ситуации нет гвоздей сотка. Предложи ему гвозди 120 миллиметров. Понял? Понял. Давай попробую еще раз. О, еще одна идет. Давай-давай. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. А есть у вас туалетная бумага? Нет. Но позвольте предложить вам наждачную. А она двуслойная? Ну, в смысле, с запахом. Цветная. Садись, Смирнов. Ничего про класс млекопитающих мы не знаем. Стыдно. Плохой из тебя ветеринар получится. Так, кто скажет Смирнова и как называется новорожденный бык? Теленок. Правильно, теленок. А не бычок Смирнова. Вы все-таки на третьем курсе в ветеринарного института учитесь. А не в третьем классе. Да можно и так, и так называть. Да можно. Но в зависимости от этого экзамен тоже можно сдать или не сдать. Так вот, племенной бык может произвести до ста половых актов за сутки. Профессор, а повторите это, пожалуйста, вот этому веселому студенту, который сидит на первом ряду. Профессор, скажите, а сто половых актов в день это с одной коровой или с целым стадом? Ну, разумеется, со всем стадом. А повторите это, пожалуйста, вон той студентке у доски. Дорогая, можно тебя на минутку? Что случилось? Есть разговор. Давай только быстрее, сейчас Гузеева будет третьего жениха звать. Когда наш сосед купил себе новую мебель, ты заставила меня купить новый итальянский гарнитур. А когда он приволок телевизор с большим экраном, ты заставила меня сделать то же самое. Да, да, да. Да я уже не говорю о том, во сколько нам обошлась новая машина из-за этого соседа. Ну и что? Ну не пристало нам Кузякиным жить хуже этих приставкиных. Ну вот, возможно, ты и права. Но только вот теперь я не знаю, что мне делать. А что у него новая? А у него новая жена. Доктор, здравствуйте, я к вам. Здравствуйте. Могу чем-то помочь? Ну, этим, доктор... Муж охладел ко мне. Ну, не буду лукавить, случай тяжелый. Прям тяжелый. Давайте, знаете, как поступим? Я дам вам таблетки. Не вам, а вашему супругу. Это экспериментальный препарат, не рецептурный. На людях пока не проверялся, но результаты на крысах впечатляют. Поэтому дайте ему две штучки. Где? Дайте три. Дайте три, а там посмотрим. Что, помогли таблеточки? Доктор, это чудо. Ну, давайте, расскажите. Помогло еще как. Только выпил через 20 минут два раза. Два раза. Потом вечером еще три раза. Нолчу пять раз просыпался. Утром перед завтраком два раза. Потом на бед пришел, не ел чай, попил еще разок. Вот. Потом много перекусил, и перед смертью еще дважды. Сами не пили? Нет, я подруге дала. Спасибо. С возвращением. А где я? Вы находитесь в отделении полиции, куда были доставлены вчера в бессознательном состоянии. Я ничего не помню. Да вы не бойтесь, я помогу вам. Итак, нам надо восстановить картину случившегося. Расскажите, что произошло. Вчера вдруг Витька меня позвал поохотиться на кабанов. Да ты что? Пойдем, говорит, там уже все эти стрелковые позиции подготовлены. Подготовлены, ну засидки, номера там все это. Нам только приехать и ждать. Ну, приехали, засели, ждали, ждали. Ну, алкоголь употребили? Да, ну, бутылочку мы выпили, ну, чтобы не замерзнуть. Ну, конечно. Ну, наверное, еще одну бутылочку. Да? А, да, еще одну, еще одну мы, как говорится, уговорили. Ну, по традиции, чтобы рука не дрожала. Ну, я думаю, что, пай. Кабанов нет, но мы решили сходить, может, на другую засидку. Ну, пошли, вдруг бац, кабан. Я бац, а за ним еще второй, а потом за ним третий, я бац, бац. Это хорошо у меня, пятизарядное ружье того. А на пятом кабане мужики откуда-то как повыскакивали, что-то орать стали, ружье у меня вырвали. И моим же ружьем никак. И темнота, ничего не помню. Так. Так и запишем. В состоянии сильного алкогольного опьянения оказался на свиноферме. Где? На свиноферме. А потом у нас. Кисель, а где мы проведем наш медовый месяц? Да вы в Италию, а? Да так классно. Ну, Завечка, ну давай сначала определимся, где мы проведем свадьбу. А от этого уже будет зависеть. Будет у нас медовый месяц в Италии, или это будет скромненькая медовая неделька под Костромой. Не, ну мы же можем найти какой-нибудь скромный итальянский ресторанчик в Москве прямо. Ты, мое солнышко, ну в Москве нет скромных итальянских ресторанчиков. В Москве вообще нет скромных ресторанчиков. Вся скромность начинается за 40 километров от МКАД. Малыш, ну пожалуйста, ну это же свадьба. Ну, это один раз в жизни. Ну, хорошо, ну давай тебе найдем какой-нибудь недорогой ресторан, где подают спагетти. Да ты же у меня такой продуманчик, ты такая лампочка моя, ты умничка такая. Ты такая сладенькая, ты прям съел бы тебя все, 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 все. Я бы тебя отрезала, вот съела прям вот. Я прошу прощения, запивать чем будете? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!